Спасибо! Спасибо! Говорить спасибо так, чтобы их понимал каждый. В Ульяновской школе-интернате номер 87 для детей с ограниченными возможностями здоровья не скупятся на слова благодарности. Здесь высадился десант Доброты Фонда защиты детей. Это бригада российских докторов, которая многие годы спасает детей в Средней Азии и Казахстане. Теперь высококвалифицированные специалисты ведущих медицинских центров страны ездят по регионам. Начали с Ульяновской области. Десятки педиатров, сурдологов, лор-врачей, офтальмологов и психологов обследуют 500 детей. Несколько месяцев назад Ульяновская область, уполномоченные по правам ребенка и члены правительства, начали проводить большую работу по развитию сотрудничества с Фондом защиты детей, который был создан в прошлом году в октябре месяце по указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Было принято решение, что в Ульяновске будет работать наше региональное отделение. Идея переформатировать акцию «Десант доброты» Фонда защиты детей принадлежит ее председателю, ученому Российской академии образования и писателю Альберту Лиханову. Однако именно Ульяновская область стала флагманом перезапуска благотворительного проекта. Альберт Анатольевич приехал к ульяновским детишкам вместе с врачами. Мы консультировались и согласие общественности в вашей области, это была их инициатива, привезти сюда таких специалистов высокого класса, которые осмотрят максимальное количество детей, находящихся в кризисном состоянии. Ну, прежде всего, это дети слепые, слепые и слабовидящие. В школе-интернате номер 87 прием ведет специалист из Москвы Лариса Хулугурова. Лор-кабинет развернули в одном из учебных классов. С собой врач-сурдолог привезла все необходимое оборудование для аудиометрии и типнометрии. Первая процедура показывает степень и характер снижения слуха. Второй в диагностике следует состояние среднего уха. По итогу приема кому-то из пациентов могут скорректировать лечение, а кого-то приглашают на дальнейшее бесплатное обследование ведущей клиники страны. Из тех детишек, которые осмотрены, уже, скажем так, в свое время получили помощь, в том числе высокотехнологичную в свое время. Ну и, по крайней мере, один пациент, ребенок приглашен, будет приглашен на очное обследование, консультацию уже в условиях нашего центра. Девятилетний Семен Суворов входит в третий класс 87-й школы. Он инвалид по слуху с детства. Походы к доктору для него и его мамы процедуры частые. Приезд столичных врачей пропустить просто не могли. На прием попали одними из первых. Мы очень довольны тем, что сегодня врачи посетили школу. То есть, возможность у детей обследоваться. То есть, не нужно никуда выезжать, на месте. И дети, конечно, должны периодически проходить такие медосмотры. Глухих и слабослышащих детей осмотрят во всех специализирующих учреждениях области, включая детские дома. Помимо медицинского осмотра детей, акция «Десант доброты» подразумевает работу со специалистами региона в области педагогики и психологии. Также сегодня работает команда Союза педиатров России, которая проведет в ближайшее время у нас большое исследование по состоянию здоровья детей и подростков. Мы ожидаем и второй этап десанта. И также с нами работают научные сотрудники одного из ведущих научных центров России. Это Омский государственный педагогический университет. Эти эксперты проведут беседы по профилактике детских суицидов, жесткого обращения с детьми и работы волонтеров с сиротами. Ринат Алиулова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.